Мы снова в студии, дорогие телезрители, и сегодня у нас в гостях Исмаил Чучаев и Даулет Гачиев, участники форума Машук 2021. Доброго утра. Доброе утро. Ну, у нас к вам целый ряд вопросов, на самом деле, потому как форум Машук в этом году проходил не совсем стандартном формате, в каком мы его привыкли видеть. И вот, Даулет, хотелось бы уточнить, наверное, у вас, как вам вообще форум Машук в этом году? Добрый день еще раз. Вообще, форум Машук в этом году кардинально отличался от форумов других лет. В этом году количество участников с 1000 плюс сменился всего лишь на 150 человек. В некотором роде было ощущение, что даже организаторов больше, чем самих участников. Сам форум прошел больше как образовательный форум. Большой опыт был сделан в образовательную часть. Конкретно первая смена была направлена на добровольчество. Мы смогли все вместе погрузиться вот в эту среду, в это место. Всего на первой смене было три разных образовательной тематики. Как я говорил ранее, мысли с моим были на добровольчестве. Сам форум больше не направлен был, как в годах предыдущих, на альтернативную часть, а именно на образовательную часть. И также в рамках форума был проведен грантовый конкурс, как обычно. То есть в этом году Машук также принимал грантовое участие. Участники смогли презентовать свои проекты. В целом от Карачаева-Черкесии было заявлено около пяти или десяти проектов, насколько я знаю. Интересно на самом деле. Ну вот говоря об уклоне форума, вы уточнили, что в этом году Машук, скажем так, немного поменял свои приоритеты. Но я знаю, что также Машук был ограничен по времени. То есть если раньше форум там проходил условно семь дней, в этом году он там проходил условно три дня. Ровно наполовину меньше. Как вот за эти три дня эксперты условно успевали вам дать всю ту программу, которая вот предполагалась? Вообще мы работали в рамках нон-стоп. То есть даже когда наступала, грубо говоря, ночь, кто-то уходил спать, а кто-то оставался работать. Были альтернативные площадки, такие как именно работа на самом форуме. То есть форум привлекал самих участников для работы в нем. И лучшие участники, которые отличились на этих альтернативных площадках, в дальнейшем смогли даже устроиться на работу на оставшиеся две смены. Такое в этом году такое практиковалось. И хочется отметить то, что даже несмотря на то, что заявлены три полных дня, был дополнительно первый день заселения и последний день выселения. То есть всего как бы пять дней охватил сам форум. Но дальше с учетом этого ребята работали в решении вот не останавливаясь. То есть не было времени, когда ты мог спокойно посидеть. Постоянно приходилось двигаться, постоянно приходилось искать нужные шатры, передвигаться по самой площадке. Пусть она в этом году была и меньше, чем в прошлом году. Но из-за того, что маленькое количество людей было, не было такого, что людей не хватает. Такого не было. То есть 150 человек могли комфортно располагаться на всей территории форума. Это радует на самом деле. Ну вот и с моим. Теперь вопрос к вам. Хотелось бы поговорить именно о грантовой составляющей форума МАШУК 2021. Потому что вообще грантовая составляющая это неотъемлемая, мне кажется, часть этого форума. Как вот проходила защита в этом году? Грантовый конкурс в целом проходил, как и в другие годы. То есть просто из-за того, что было меньше людей, не было такой очереди на проектах. Было, соответственно, меньше проектов. Защищались все в один день и у всех трех экспертов. То есть если раньше было три комиссии по всем направлениям. В этом году было три эксперта, которые проверяли все. Защита проходила в целом, как и обычно. Плюс добавлено была онлайн-защита. То есть то, чего не было в другие смены. Мы сначала защищались перед экспертами до МАШУКа, презентовали свой проект. Потом на самом МАШУКе были консультации. Но мы уже не могли редактировать проект. Мы просто могли проконсультироваться с ними про защиту, показать сам проект и все остальное. Вот этот формат, кстати, на нем можно заострить внимание. Как в другие годы, на МАШУКе нельзя уже было редактировать проект. То есть вот этой беготни с тем, чтобы поменять проект, отправить в ночь перед защитой заявку и так далее, такого не было. В последние пять минут кликать эту кнопку, ну такого уже не было. В целом, это с одной стороны и хорошо. Это заставляет тебя быть более организованным. С другой стороны, для тех, кто не знал, это было таким небольшим подводным камнем. Да, я думаю, сама атмосфера немного потеряла в этом плане. Ну вот говоря непосредственно о защите проекта, было ли время для того, чтобы как-то морально подготовиться, раскачаться и так далее. То есть, если мы берем обычный МАШУК, когда форум длится 7 дней и первые дни ты можешь не думать условно о проекте, там походить, посмотреть вообще на форум, на образовательные площадки и так далее, и так далее, то в формате трех дней было ли достаточно времени, чтобы там посмотреть и сам форум, и в то же время подготовиться к защите, или сразу же, вот как вы заселились, сразу внимание было сконцентрировано на защите? Да, в целом нет, ну так же, как я говорил, редактировать проект уже было нельзя, и у тебя было такое, ну, некое ощущение, что типа, что бы я уже не делал, редактировать уже нельзя, можно и отдохнуть. То есть, мы первые два дня ничего не делали по проекту, в день до защиты была консультация, потом сама защита, и все, мы вот единственное, в последний день сделали презентации, как обычно в последний момент, их можно было делать в последний момент, их мы сделали, после этого защита, на следующий день, кстати, объявили все результаты. Первый раз на МАШУКе, на самой смене оглашали результаты. Ну вот, Исмаил, я знаю, что вы также стали грантообладателем, в очередной раз на форме МАШУК 20-21, узнали там результаты сразу, условно, что ты почувствовал в этот момент, то есть, было ли какое-то волнение, или все настолько уже привычно, что это уже какая-то стандартная история? На самом деле, на этом конкурсе, когда я сидел, ну, там же оглашали результаты, было неожиданно, потому что проект, так как я привык к тому, что я дорабатываю на самом МАШУКе. В этот раз были, ну, некоторые недоработки в проекте, но они не были критичными, но тем не менее, почему-то, когда ты сам про это думаешь, тебе кажется, что это прямо глобальные недоработки, поэтому я думал, что проект может не пройти. Я сидел, объявили результат, и было, честно, непривычно выходить на большую сцену за своим сертификатом. Обычно привык, что приходит смс, а в этот раз, да, было непривычно. В целом, даже так, наверное, и лучше. Не думаешь потом после форума, типа, прошел я или нет, сразу узнал? Так-то, на самом деле, очень удобно, мне кажется, нет вот этого чувства ожидания, страха, там пройду, не пройду, и еще там ждать целый месяц, условно. Вот хотелось бы поговорить про сам проект, который получил грантовую поддержку на этом форуме. Что это за проект? Проект называется Workout SKFO, то есть у нас уже был в республике чемпионат, это был мой самый первый проект, был маленький чемпионат внутри республики, теперь через три, после трех проектов развития воркаута в нашей республике я решил сделать чемпионат SKFO, то есть привлечь по три спортсмена с каждой, с каждого региона, так скажем, с Чечни, с Дагестана, со Ставаркольского края, то есть, ну, со всего SKFO собрать у нас в республике и провести полномасштабный чемпионат ориентировочно весной на Зеленом острове. Ну, мы надеемся, что все получится у тебя, и это будет действительно очень крутое мероприятие в рамках нашей республики, мне кажется, это будет первое такое мероприятие в данном виде спорта. Ну, вот сейчас хотелось бы перейти, на самом деле, к следующему вопросу, к вопросу о твоем прошлом проекте, который, собственно говоря, был реализован совсем недавно. Расскажи, пожалуйста, каковы итоги реализации предыдущего проекта? Предыдущий проект в целом был реализован нормально, помимо того, что мы чуть не успевали по срокам из-за пандемии, то есть мы попали прямо перед тем, как закрыли республику на карантин, нам повезло в этом плане. До этого мы побывали в пяти местах, мы возили разборную площадку, там, где не было площадки, устанавливали площадку, собирали людей и мероприятие проходило в три этапа, то есть, сначала у нас мы говорили про информационную часть, рассказывали о том, что такое воркаут, потом спортсмены показывали мастер-класс, после чего заинтересовавшиеся зрители оставались и мы им показывали, ну, мы отвечали им на вопросы, какие у них возникли вопросы по занятию, как развиваться в этой сфере, к кому можно обратиться по развитию, если они сами хотят сами развиваться. У нас пополнилась команда на три человека, в целом проект очень понравился, то есть даже три человека в нашей республике для команды воркаут это очень, ну, большой результат. Бывали проекты, в которых именно охват хоть и был хороший, но люди прямо в команду не входили, в этот раз в этом плане было все хорошо и не нашли, и нашли именно спортсмена, это для меня была находка спортсменов, которых я у нас еще в республике не видел, то есть именно в этом направлении, они где-то походу скрывались от меня, но я все-таки нашел, они теперь в команде, думаю, что на чемпионате следующем они тоже себя проявят. Ну, будем ждать только положительных результатов. Даулет, ну вот хотелось бы поговорить непосредственно о том проекте, который также ты реализовал совсем недавно, то есть в этом году в рамках грантовой поддержки форума МАШУК 2020. Расскажи, пожалуйста, напомни для начала, что это был за проект и каковы итоги его реализации. В рамках грантового конкурса МАШУК 2020 я выиграл в молодежном образовательном проекте «Информационное поле расширения». Проект заключался в проведении образовательных блоков на территории Северо-Кавказской государственной академии для обучения молодежи в медиасфере, вовлечения в социальную жизнь, СММ, фото-видеомонтаж. Проект прошел более чем успешно, у нас не было, мы смогли сделать все вовремя, каких-то сильных ограничений касательно пандемии не было, все прошло в рамках эпидемиологических норм, у всех участников были маски, санитайзеры, все было в этом плане стерильно и в рамках всех норм. Количественные показатели проекта превысили ожидаемые, то есть если у нас, к примеру, было заявлено 80 человек в количестве участников, то на сам проект фактически пришло порядка 130-140 человек. То есть для нас это было вообще большим шоком, мы не ожидали такого большого наплыва студентов, но тем не менее все участники, которые пришли, прошли полностью всю образовательную программу, состоящую из пяти частей, образовательная программа также превысила наши ожидаемые результаты, так как у нас количество человек было больше 130, мы сделали вместо 20 мероприятий 25 образовательных мероприятий. То есть в этом плане у нас все прошло, перегоняя все нормы, так сказать. Это отлично, все бы проекты так реализовывались на самом-то деле. Спасибо вам большое, это был крайне интересный диалог и вот хотелось бы отметить, что в рамках нашей телепередачи, как вы наверняка помните, есть такая своеобразная, интересная традиция. Каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телезрителям. Что бы вы им хотели пожелать? Хочется пожелать, чтобы молодые люди могли проявить себя, не бойтесь подаваться на форумы, которые проводятся в территории СКФО, России, будьте лидерами, не бойтесь ничего, все ваши начинания, это ваш путь, который в дальнейшем, надеюсь, будет наполнен только благами и вы сможете реализовать себя. Ну, раз мы сегодня говорим об идеях, также желаю всем, чтобы ваши идеи претворились в реальность, так как наши идеи тоже когда-то были в плане задумки. Не бойтесь идти вперед, и у вас все получится. Спасибо большое за ваши пожелания, но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях были Исмаил Чучаев и Даулет Гачияев, участники форума МАШУК-2021. Спасибо вам.